Здравствуйте! Главная задача сегодняшнего видео разобраться с тем, насколько хороши новые наушники Sony WH-1000XM5 и сколько стоят их реальные конкуренты. Начать бы я хотел с кейса, который значительно больше своего предшественника, как по высоте, так и по ширине, но зато по материалам он сохранил премиальность и ощущается дорого. Чего, к сожалению, не скажешь о самих наушниках, потому что материалы по своему качеству значительно уступают предшественнику и схожи с бюджетной CH-линейкой. Также есть некоторые упрощения по самой конструкции, так как наушники теперь не складываются и регулировка по высоте сделана очень просто и очень бюджетно. То есть нет как таковой фиксации и наушники сами легко выезжают при обычных движениях самих наушников. То есть каждый раз их придется настраивать под себя. Но с другой стороны наушники достаточно легкие, на голове они особо не ощущаются, не спадают. Даже если вы будете достаточно интенсивно дергать головой, они все равно будут пытаться остаться на голове. И огромное преимущество по сравнению с предшественником касается самих амбушу. Потому что с одной стороны они вроде как стали еще тоньше, еще меньше, но зато теперь они наконец-то пропускают воздух. И у вас не будет такой ситуации, что на улице, идя в минусовую температуру, у вас будут потеть уши. Ситуация стала значительно лучше. По поводу управления особых изменений нет. Сделали меньше физических клавиш на одну. Поэтому у вас осталась клавиша включения сопряжения, клавиша для изменения режимов активного шумоподавления, либо же прослушивания окружающей среды. А также два разъема. Один Type-C, который можно использовать только для зарядки. К сожалению, подключить наушники по USB к компьютеру и передавать звук через USB не получится. И разъем 3,5 мм. И наушниками также можно пользоваться в выключенном состоянии. Соответственно, при разряженных наушниках они все так же могут воспроизводить музыку через кабель. И сейчас хотелось бы поговорить про основные важные характеристики. Вес наушников составляет 250 грамм, что на самом деле немного, как я уже и сказал, на голове они особо не ощущаются. Динамик используется 30 мм, на 10 мм меньше, чем в предшественнике. Но я бы не назвал это каким-то определенным минусом. Потому что если используется динамик меньшего размера, но лучше обвязывается, то почему бы и да. Качество звучания от этого может только выиграть. По поводу сопротивления. В том случае, если наушники включены, оно будет составлять 48 Ом. С выключенными наушниками 16 Ом. Диапазон воспроизводимых частот это абсолютная фикция. Указан от 4 до 40 тысяч Гц. По факту наушники явно не смогут корректно отыграть диапазон от 20 до 20 тысяч Гц. Светочувствительность это такое описание по Фрейду. Потому что обычно светочувствительность это уловка в случае с продажей фотоаппаратов. То есть значением ISO. Здесь же чувствительность 102 дБ на милливатт. Что в общем-то соответствует их прямым конкурентам, как те же KZ-T10. То есть там, насколько я помню, 101 дБ. Из дополнительных наворотов мы имеем технологию DSSEE Extreme. Которая позволяет нам улучшать сжатые файлы. Те же mp3 файлы по факту немножечко поднимается количество высоких частот. Как такового сильного влияния на звучание это никак не оказывает. Время зарядки наушников официально указанное приблизительно 3,5 часа. И по факту заряжаются они быстрее. В моем случае от 70 до 100% они зарядились меньше чем за полчаса. И как раз таки этот промежуток финальный, он наиболее медленный. Потому что быстрой зарядкой уже воспользоваться не получится. По времени автономной работы для своей стоимости, конечно, это мало. 30 часов с шумоподавлением и до 40 часов без активного шумоподавления. Хотя это в принципе соответствует тем же KZ-T10, где около 38 часов время автономной работы. Версия Bluetooth 5.2, что в общем-то неплохо. Но так как наушники новые, все-таки это полноценная новинка. Хотелось бы, чтобы уже был Bluetooth 5.3. По поводу поддерживаемых кодеков, есть SBC, AAC и LDAC. AptX отсутствует. И с одной стороны это плохо, потому что это значительно более удобный, более распространенный кодек, нежели LDAC. Но с другой стороны, SBC для этих наушников хватает просто с головой и с достаточно большим запасом. И хочу перейти к активному шумоподавлению. Ситуация такая немножечко двойственная. Есть два плюса и три минуса. Первый плюс это то, что шумодав работает немного лучше, чем у предшественника. Хорошо подавляет какие-то монотонные шумы. В общем-то нравится по своей работе напрямую то, насколько хорошо справляется с различными шумами. И есть очень умная интеллектуальная система адаптации к окружающей среде, которая со временем может работать еще лучше. Вот таким образом улучшая показания самого шумоподавления. Поэтому здесь, как задело на будущее, плюсиком можно поставить. Но и одновременно с тем есть три минуса, как я уже и сказал. Первый это то, что при прослушивании на достаточно высокой громкости с включенным активным шумоподавлением динамики хрипят. И порой это слишком сильно перебивает на себя внимание. Второй минус это то, что активным шумоподавлением на улице не хочется пользоваться, так как какой-то малейший ветер наушники очень легко воспринимают. И таким образом ветер перебивает саму музыку. В некоторые моменты становится громче. И третий минус это то, что вакуум все так же сохраняется. То есть я до недавнего времени думал, что это нормально, когда активируешь шумоподавление и создается такое неприятное давление на уши, на уши, на своеобразный такой вакуум. Но когда познакомился с наушниками с хорошим активным шумоподавлением, как те же Soundcore Liberty 3 Pro, Edifier Neo Bass Pro, я понял, что можно просто не заметить момент самого включения шумодава. То есть он может не создавать никакого дискомфорта. И сейчас, когда уже пересаживаешься на более простые технологии, то, естественно, это немножечко напрягает. Это не критично, но все же на 100% является минусом. И сейчас хочу перейти к непосредственно описанию звучания. Сначала скажу в более такой обобщенной форме для меломанов, условно говоря, и потом к более подробному для аудиофилов. Итак, по сравнению с предыдущей моделью, сделали некоторое улучшение по тональному балансу, по равномерности самих частот. И сейчас низкие частоты не выделяются, середина остается на своем месте. То есть вокал, голос и высокие частоты также не теряются за какими-то другими частотами. Это определенно радует. У низких частот есть такой своеобразный объем, они уж точно не звучат как-то там узко. Есть небольшое гудение, не настолько очевидное, как в предыдущих моделях, но все же по сравнению с конкурентами еще присутствует. И не хватает, конечно, такой ударности, то есть именно веса на самих низких частотах. Это то, что было во всех предыдущих моделях и сохраняется в данной модели. По поводу середины очень радует то, что она не зажата, то есть есть какой-то объем, есть даже некоторая естественность и натуральность звучания голосов. Но это ровно до тех пор, пока не начинаешь слушать какие-то другие наушники, в которых середина реализована лучше. И при этом которые стоят кратно дешевле. И высокие частоты звучат не грязно, достаточно чистенько. Нет там никаких искажений, которые цеплялись бы как-то, цеплялось за них внимание. Но и детальности там совершенно нет, ровненько, как и в предыдущих моделях. И не совсем понятно, для какой музыки созданы данные наушники. Потому что если, условно говоря, слушать тот же хип-хоп, где должны быть достаточно резкие такие быстрые удары, то, ну, к сожалению, не получится. То есть тот же Kanye West звучит очень и очень упрощенно. Слушать что-то, завязанное на инструментах инструментальной музыки, тоже очень спорно. Потому что в недостаточно детальности не ощущаешь всего богатства музыки. И опять же, после более хороших наушников это все будет ощущаться. Под тяжелую музыку однозначно нет, потому что низкие частоты гудят, высокие частоты недостаточно информативные. Но все-таки взял несколько различных наушников для того, чтобы попытаться понять, на каком уровне они звучат, кто их реальные конкуренты. И, в общем-то, для меня было все максимально очевидно. То есть я решил пойти от более бюджетных к более дорогим. И самые бюджетные были как раз-таки KZ-T10, с которыми они очень сильно сцепились в плане качества своего звучания. Если говорить по общей какой-то объемности, то есть даже не по сцене, а по объему, то однозначно Sony выигрывают, они звучат более широко. По низким частотам однозначно выигрывают KZ, потому что у них есть именно вес. На низких частотах удар там значительно лучше отыгрывается, значительно хлющий. И детальности на низких частотах все-таки там больше. По детальности на середине и на высоких частотах у них создается такой паритет, но за счет искусственной объемности иногда Sony звучат лучше. Поэтому в зависимости от жанра, в зависимости от самой музыки будут, соответственно, различные выводы. В сравнении с Soundcore Q35 уже разрыв очень большой. Напомню, на сегодняшний день данные наушники стоят 1500 белорусских рублей, KZ-10 375. Следующие наушники, о которых я говорю, Soundcore Q35, стоят 395 белорусских рублей. И Soundcore уже значительно лучше по своим материалам, по своей конструкции, по надежности, по ощущению дороговизны. И значительно лучше по звучанию, потому что здесь уже ощущается пропасть в детальности. Причем в особенности это касается высоких частот. Сравнение их дальнейшее особо смысла не имеет, потому что просто это наушники разного уровня. Единственное, что в Sony лучше, это активное шумоподавление. В Soundcore'ах оно, в общем-то, посредственное и очень средненькое. Следующие наушники это JBL Club One, которые являются такими басхедными. И, естественно, бас в них будет значительно лучше, чем в Sony, потому что он будет уходить значительно глубже. Намного лучше по своей ударности, по своей хлесткости. По всему остальному середина также будет лучше, потому что, несмотря на то, что она скрывается немного за низкими частотами, детальности у нее больше и по той же непосредственно сцене, не просто по объемности, а по сцене, ширина там будет немного лучше. Разделение инструментов также лучше. И высокие частоты будут более детальны в JBL Club One. В случае с DALI I.O.4 уже просто понимаешь, что это пропасть. То есть пропасть такая, как обычно, бывает между беспроводными и проводными наушниками. DALI имеет совершенно другую подачу, совершенно другой характер звучания, из-за чего сравнение практически невозможно. Но это уже наушники, которые имеют хорошее звучание, полноценно хорошее звучание для беспроводных наушников. С более правильным ровным тональным балансом, значительно лучшей детальностью, значительно лучшими атаками. Это просто вот уже огромнейшая разница. Хотя, опять-таки, если посмотреть сравнение АЧХ тех же Sony 1000XM4, правда, 1000XM4 и DALI I.O.4, I.O.6, это в принципе те же наушники, но с шумодавом, то разница там не такая уже и большая. Впрочем, сравнивать по АЧХ тоже не совсем правильно, потому что непонятно, как в беспроводных наушниках смогли получить ровные 20 Гц. Но это уже отдельная тема для отдельного разговора, говорил уже неоднократно. И единственное, что если сравнивать с теми же Bowers & Wilkins PX7, не путать с оригинальными PX, то разница не настолько уже прям и критичная. Хотя PX7 стоит приблизительно столько же, как и Sony. По качеству звучания они также уступают большинству упомянутых выше наушников. То есть оно достаточно упрощенное. И плюс у Bowers & Wilkins есть определенные искажения по тональному балансу. Все-таки есть выделение на нижней середине, на низких частотах, и от этого уже высокие частоты воспринимаются совершенно иначе на заднем плане. И уже приходится вслушиваться в сами инструменты для того, чтобы понять, что же там с детальностью, что же там с теми же атаками, затуханиями и всем остальным. Поэтому, на удивление, наиболее дорогие две пары оказались наиболее спорными по качеству звука. И подводя какие-то итоги, чем больше я их сравниваю, чем больше я знакомлюсь с этими наушниками, тем больше приходит какое-то осознание того, что это не новая модель, а Lite-версия от предыдущих. То есть, немножечко упростили по материалам, по конструкции, по каким-то аспектам, как тот же чехол-кейс, но добавили несколько дополнительных электронных фишек, которые чисто теоретически должны сделать с наушниками лучше. А, ну и да, динамики уменьшили, не получив от этого какого-то положительного результата. То есть, то, что немножко изменили по тональному балансу, еще не говорит о том, что наушники звучат лучше. В плане детальности, в плане качества именно звучания, лучше они от предшественников категорически не стали. И, опять-таки, повторюсь, то, что кодеки в данном случае здесь не имеют абсолютно никакого значения. И подключать эти наушники по кабелю к каким-нибудь сапоусилителям, хай-фай-плеерам, либо же еще чему-то, не имеет абсолютно никакого смысла. Подключить к старенькому айпаду самое то, для того, чтобы, не знаю, не мешать кому-то в том случае, если наушники разрядились. То есть, это просто как дополнительная функция. В итоге, бюджетные наушники, но с очень хорошим продакшеном. Все. Тем не менее, если они вас заинтересовали, то по ссылке в описании вы сможете найти их на нашем сайте. Если вы хотите выбрать себе нормальные или хорошие наушники, то также можете выбрать их у нас. И на этом буду завершать свое видео впечатление. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.